Новое городское кладбище площадью 86,5 гектаров разместится в Пестричинском районе возле 824 километра трассы М7. Второе место погребения будет организовано на Мамадышском тракте севернее мусульманского кладбища. По обращению иудейской религиозной общины в муниципальную собственность оформлен участок в 10 гектаров и подготовлен эскизный проект. Все это поможет отодвинуть кардинальное решение проблемы еще лет на 30. Однако окончательно ее решить может лишь крематорий. Мы предусматривали участок, чтобы сделать там крематорий, но жители звонки Кощаковского сельского поселения отказались на публичных слушаниях и были против этого. Пока этот вопрос закрыт и разговоры к крематория не идет. Всего в границах Казани расположено 33 муниципальных кладбища. Самые крупные из них Арская, Самосырова, Сухая река и Мусульманская. Примерно по 40 гектаров каждая. И все они сегодня переполнены. Содержание мест захоронений стоит городскому бюджету 13 миллионов рублей ежегодно. Причем могилы на этих кладбищах находятся в такой тесноте, что к некоторым местам успокоения родственники не могут добраться без риска для здоровья. Я вот работаю на Татарском кладбище, дважды раненый на этих пиках, потому что убирал, был землекопом, был озеленителем и как бы дважды раненый. Показывать не буду в каких местах, когда через ограды перелазишь, убираешь эти деревья. Из-за этого я призываю холющие, режущие элементы людям самостоятельно убирать. Были случаи 9 мая, 3 года назад, на Арском кладбище. Человек сел на пику, там пришлось прятать его, там возложение идет, а человек на пику сел. Раньше пики сделали в деревнях, чтобы животные не заходили на кладбище и на могиле не ели траву. А новый современный комплекс, там не будет ни оград, все будет в ряд, все будет электронный учет полностью произведен. Ни одна могила не пропадет, это я вам обещаю. Сергей Шерстнев, Владимир Ладушкин, Эфир 24. 25 лет в эфире. С вами и для вас.